Встречаться лично не согласился. Какие встречи? Ведь сейчас период самоизоляции. Главный тренер футбольного клуба «Динамо» Барнаул Александр Суровцев свой комментарий записал онлайн. Простой, разумеется, не рад, тем более в самый разгар сезона. Безусловно, конечно, все футболисты и руководство, все сотрудники клуба расстроились, потому что футбол – это праздник. Все к нему готовились. В любом случае, представитель любой профессии, там летчик хочет летать, футболист хочет играть, и поэтому, конечно, все очень сильно расстроились. На карантине спортсмены продолжают тренировки. По заданию тренера выполняют целый комплекс упражнений. С мячом, конечно, не поиграть, но это лучше, чем ничего. Однако самое главное для тренера – это не только игры и поддержка физической формы команды. По словам Суровцева, главной победой для всех будет победа над вирусом, а футбол может и подождать. Сидим дома, никуда не уходим, на спорте. Всем привет. Ждем, когда все закончится. А это уже главный тренер хоккейного клуба «Динамо Алтай» Александр Усачев. Тоже тренируется дома, как, собственно, и вся команда, но встретиться с нами согласился. Говорит, из-за пандемии игры плей-офф Кубка Федерации отменили. Однако сильным ударом для команды это не стало. В принципе, у нас маленько совпало, что эта пандемия все-таки с концом сезона, по сути, один месяц не доиграли. То есть ребята из года в год в апреле заканчивают хоккейный сезон и уже самостоятельно готовятся к следующему. Если бы это было в середине, то это было бы, конечно, намного все страшнее именно для хоккеистов, для спорта, именно для хоккея в частности. Всем привет. Никто не теряет бодрости духа. Футболисты ждут мая, хоккеисты лета и окончания карантина. Спорт разный, а планы у всех одни – побеждать в каждом матче. А пока хоккейные коробки и футбольные поля пустуют, на самой крупной ледовой площадке Титофарене уже в конце марта пришлось растопить лед. По большому счету в эти месяцы мы должны были заработать ту подушку, которая бы нам позволила в летнее время сделать определенный ремонт во дворце. Было очень много планов по восстановлению, по ремонту дворца, но, к сожалению, прекратились все доходы, поступления, все тренировки. И сегодня, чтобы, допустим, даже запустить лед, это требует приличных денег, там, до полумиллиона рублей. Руководство надеется, что помощь пострадавшим сферам бизнеса, которые обещает правительство, достанется и им. А пока большая часть сотрудников распущена по домам и находится в режиме ожидания. Никита Ермаков, Алексей Фрезин. День с толком.